Конечно, категорически против, потому что детям нужен контакт, тем более у нас первый класс. Чему можно научить ребенка, который по сути всего два месяца походил в школу дистанционно на компьютере? Конечно, нужен контакт с учителем, надо, чтобы им объясняли, чтобы они понимали, что такое школа. Тоже против дистанционного обучения, потому что мы пошли в этом году только в первый класс. Конечно, понимаем, что в стране ситуация тяжелая, но все-таки это не для начальной школы, потому что детки еще не привыкли, они только знакомятся с верстниками, только входят в процесс обучения. Отвратительно. Почему? Как вы считаете? Потому что нужно живое общение с преподавателем. Только так. Особенно в младших классах это однозначно. Лично я позитивно. В моем частном случае, в моей семье, мы там все образованные преподаватели, с соответствующими техническими возможностями, компьютеры у каждого ребенка, мы нет. Но основная масса учеников, конечно, и родителей, конечно, не обладает такими возможностями. Для детей начальных классов не лучший вариант, потому что у нас вообще первый класс, и они учатся писать, выводить, читать. Все это лучше делать в школе с учителем, потому что учитель как бы правильно может объяснить, правильно преподнести эту информацию и скорректировать правильно. А родители как бы этими навыками могут не обладать. А здоровье детей дороже, поэтому положительно отношусь. Трудности не испытываю. У нас есть платформа образовательная, на которую мы можем выходить, общаться с детьми. Поэтому я думаю, что здесь не должно быть никаких проблем. Большинство волгоградцев отмечают, что для школьников, особенно в младших классах, необходим мощный формат обучения, непосредственный контакт с преподавателем. Только так они смогут усвоить необходимую программу. Однако, учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, родители понимают, что здоровье детей, несомненно, важнее.